25 главных врачей, их заместителей и заведующие отделениями сели за парты до конца октября на базе Академии Госслужбы. Их ждет интенсивная профессиональная переподготовка. Преподаватели регионального вуза, федеральные специалисты, доктора медицинских наук, эксперты по управленческим вопросам, руководители предприятий и директора научных исследовательских институтов, а также бизнес-тренеры и экономисты расскажут, как стать эффективным руководителем медучреждения. Елена Кононова продолжит. В роли новоиспеченных студентов, тех, кто уже не один десяток проработал в медучреждении, да еще и на руководящей должности, казалось бы, чему еще можно их научить? Но, как отмечают сами главные врачи, руководитель, который отвечает за работу целого учреждения, должен постоянно повышать свою компетенцию. Главный врач должен знать все о своем предприятии, где он работает. Он должен знать, как работает санитарка и как работает доктор, как работает экономист, как работает зампохозчасть и дворник. То есть от всего этого зависит его эффективность. Цифровизация, маркетинг, взаимоотношения врача и пациента, управление конфликтами и многое другое. Академия госслужбы КОМИ совместно с университетом правительства Москвы разработали программу с учетом потребностей региона. Как правило, руководителем медучреждения становятся высококлассные доктора, но зачастую им не хватает управленческих знаний. А ведь и медицинская организация, где на кону здоровье и жизнь человека, главное, чтобы коллектив умел работать слаженно. Насыщенная программа, довольно обширная по всем основным разделам работы главного врача. Она действительно необходима нам, потому что все сложнее руководить учреждением здравоохранения. И в целом такая программа очень полезна любому руководителю, чтобы своевременно принимать правильные решения и обеспечить функционирование учреждения в такое непростое время. Отдельное большое направление посвящено эмоциональному выгоранию специалистов. Этот вопрос стоит особенно остро сейчас, в период пандемии, когда врачи и медицинские работники приняли на себя огромную нагрузку в борьбе с коронавирусом. Как понять, что доктор устал, а главное, как ему помочь? Если это очень большая нагрузка, это психологические методы разгрузки. Если это ситуация связана с тем, что человек лишен своей профессии на прозрачный срок, это повышение квалификации по своей профессии, это попытка так изменить график, чтобы у людей была возможность заниматься в том числе и своей работой прямой и другие способы. Вариантов очень много, просто если мониторить этот процесс и им заниматься, посвящать этому время, можно добиться хороших результатов. В своем приветствии глава КОМИ отмечает, Именно от руководителей медучреждений зависит работа первичного звена. Если там нет слаженности, то никакие высокие технологии не помогут. По словам Владимира Уйба, на его телефон ежедневно поступает немало обращений от граждан по медицинским вопросам, которые в принципе должен решать главный врач. Хочу сказать, что самое важное сегодня, с чего я начал, это первичка, и от того, как вы сможете реализовать те небольшие возможности, которые у вас есть, от этого будет зависеть наш один из показателей демографии, это продолжительность жизни. Никто нам не будет давать и других параметров, каких-то более льготных, снижающих. Мы идем в этом смысле со всей страной в одном строю, и если в том или ином субъекте продолжительность растет, а у нас падает, это вопрос только к нам самим. 350 академических часов, 6 образовательных модулей, 31 дисциплина. Участников программы профессиональной переподготовки ждет интенсивная учеба в течение 5 месяцев. В конце обучения – защита проектов. Значимой составляющей нашего обучения является разработка проекта медицинской организации, адаптированной с учетом специфики этой организации. То есть каждый слушатель нашей программы, изучая образовательный модуль, будет писать и заполнять свой проект, который в результате внедрит свою деятельность. И мы очень надеемся, что именно внедрение этих проектов позволит улучшить качество управления медицинской организацией. Это пока первая пилотная группа. Но в Академии госслужбы намерены проводить такое обучение на постоянной основе. При этом охватить не только головрачей, но и подготовить резерв управленческих кадров в сфере здравоохранения.